Вот мы с вами сейчас идем по коридору в палату дневного стационара, где сейчас проходит лечение пациента. Отделение дневного стационара существует на базе взрослой поликлиники ВРКБ давно, но после реконструкции здания палаты, процедурные и кабинеты врачей выделены в отдельный блок. Кровати очень удобные, функциональные. Здесь вот палата большая. У нас такой палаты никогда, конечно, не было. А там процедурный кабинет. О том, что работать в обновленном отделении стало куда удобнее, говорят и медицинские сестры, те, кто непосредственно общается с пациентами. Мне очень нравится и кабинет свой такой, ну очень хороший, мне нравится. Все, и процедурный, оснащенный, не как раньше был, конечно. В дневной стационар пациента направляет лечащий врач. Список недугов, с которыми здесь помогают справляться, довольно внушительный. Пациенты здесь разными профилями лечатся. Диабетом сахарным, сосудистыми заболеваниями головного мозга, желудочно-кишечного тракта заболевания, остеохондроза, вот, болезни почек и анемии. Это вот основные, как бы, профили, которые здесь попадаются. Пациенты довольны и отношением врачей, и их профессионализмом. Я третий год, промежуток был, вот, в прошлый год не работали. Обслуга на высшем уровне, по крайней мере, в этом кабинете. Очень добрая женщина и внимательная, и грамотная моя. Главные боли постоянно после процедур всех. Я потом несколько месяцев чувствую себя хорошо. Во взрослой поликлинике на заводской всего 5 неврологических и 15 терапевтических койко-мест. Но с учетом других подразделений ВРКБ их значительно больше. Еще у нас есть на строительной 17, также на 15 койко-мест. И на вокзальной 8, в офисах, в Растрогоево, там тоже 12 койко-мест. Поэтому всего у нас 42 койко-места терапевтического профиля. И 5 неврологического, 47 койко-мест. Сюда закупаются самые современные эффективные препараты, которые помогают при лечении большого спектра болезней. За более чем 15 лет существования дневного стационара помощь здесь получили тысячи видновчан. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.